Вечерний разговор о спорте Мы участвовали в таком мероприятии, веломероприятии, как Париж-Брест-Париж в августе, если я ничего не путаю, это очень масштабное международное соревнование, сегодня узнаем все детали, как вообще из Новосибирска попасть на Париж-Брест-Париж так далеко, и вообще как нужно готовиться, и вообще как можно в этот спорт прийти. Удивительная вещь просто, что из Новосибирска, в Новосибирске так казалось бы, не так часто видишь на дорогах людей, которые вот так профессионально именно таким направлением занимаются. Ну и, наверное, первый вопрос, Игорь, вы как руководитель клуба, какие советы даете своим подопечным, остальным членам велоклуба, как вообще на эти соревнования заявились, заявляетесь вообще? Мы сейчас говорим про французский марафон, конкретно, да, чтобы попасть на него, нужно проехать несколько дистанций, то есть прежде всего нужно участвовать в системе, то есть марафон придумали французы еще в 1891 году, и, в общем-то, они придумали правила, и мы должны по ним ездить, ну как бы, чтобы все было в системе, И чтобы они пригласили на этот марафон, нужно проехать четыре дистанции, 200, 300, 400, 600 километров. На велосипеде. Да, то есть они должны быть уверены, что мы к ним приедем и, ну, не просто так покататься, а мы люди серьезные, мы умеем кататься, катать такие дистанции. Поэтому есть система клубов, которая, ну, как бы, которую они контролируют, ну, вот по России в частности, и у нас в городе тоже теперь есть, и, то есть нужно ездить в марафоны и отправлять им протоколы, то есть они смотрят, что вы готовы, что вы, и они вас приглашают. А в Новосибирске давно клубов, вот, марафон Новосибирск? Ну, вот в этой французской системе с 2008 года. То есть уже больше 10 лет такой опыт у вас есть. Да, да. То есть Павел, Антон, вы накатали, да, наверное, или как наездили определенное число километров. Это позволило вам заявиться на мероприятие, что там вот предстояло, и вообще как можно подготовиться к такой большой дистанции? Да, как долго шли, что нужно было сделать для того, чтобы попасть вот на эту гонку? Ну, могу, Антон, да? Соответственно, ну, несколько раз в неделю ездим примерно по 30, по 60 километров за раз. 30-60 километров – это вот достаточно, чтобы прийти в такую форму, чтобы потом сотни, да, проехать? Да, но очень важный момент – это проехать еще вот эти самые дистанции 200, 300, 400 и 600. Они позволяют не только убедиться, что человек готов, но они также позволяют провести соответствующую тренировку. То есть качество тренировки – это замечательные дистанции, и, можно сказать, каждый наш сезон с них начинается. Потому что, ну, вот просто сесть на велосипед и проехать 600 в начале сезона, ну, это, наверное, возможно, но не стоит так делать. Нужно постепенно все-таки сначала начинать с 60 километров, потом 100, 200 и так далее. Ну, наши дистанции марафоновские, они начинаются с 200 километров. И, в принципе, любой желающий может попробовать свои силы. Ну, вот как раз в Париж, Брест, Париж, там, я так понимаю, расстояние 1200 километров. То есть 600 в одну сторону, 600 в другую. Да, 90 часов дается. Вот тут были данные, что участников 200 россиян, да, вот товарищей или как соперников, получается, или вы не соревнуетесь с ним, просто участников, да? И динамышленников. Динамышленников, вот, отлично, да. Сложное такое мероприятие, вот какие-то впечатления поделитесь какими-то байками, историями. Может, кто-то не доехал до финиша, бросил все и пошел красотами Парижа наслаждаться. Сразу же. Да. С от старта. Ну, вы знаете, когда человек подготовлен к дистанции, то у него все проходит, как правило, спокойно, ровно и без происшествий. Поэтому, если что-то вспоминать, то, ну, либо что-то случается такое внешнее, ну, либо сам, там, заснул, упал с велосипеда. Такое тоже бывает? Такое тоже бывает. Бывает, что на ходу спишь, когда долго едешь. То есть, прям ездишь, продолжаешь крутить педали и спишь? Да, ну, у всех это по-разному происходит. Кто-то там отключается совсем, кто-то там отключается на пару секунд и потом просыпается, дальше едет. Стараемся этого не делать, конечно. Ну, это какие-то экстренные, да, ситуации, правильно? Это не есть цель, не медитативное состояние, а именно вот прям сон, да? Просто, когда едешь такую большую дистанцию, то есть, мы едем трое, почти четверо суток, и, как бы, спать надо всегда, все равно, но эмоциональный такой, ну, как бы, взрыв в организме происходит, и спать, ну, иногда бывает трудно. То есть, у меня, получается, два часа, я больше двух часов спать не могу. То есть, два часа поспал, поехал дальше, но организм не обманешь, и все равно засыпаешь. Накатываешь. Да, то есть, вот этот период отключаешься, ну, на какие-то мгновения, доли секунды, и вот каждый раз эти секунды все увеличиваются, ну, и в конце можно в кювете оказаться. Ничего себе. Это нормальное явление, то есть, вот, в этот раз мы ездили, то есть, одна из российских участниц, вот, приехала на финиш со сломанной рукой, то есть, она уснула и... Но доехала, да, финишировала? Нет, со сломанной рукой ехать тяжело. Уже все. Нет, ну, вы сказали, доехала, то есть, она не до финиша доехала. Ее привезли на финиш, так скажем. То есть, есть такой нюанс, да, то есть, Паша продолжает. Может, какие-то есть и более позитивные, например, приехала, и там, не знаю... Позитивно хотела. С цветами успел там лаванды на полях нарвать, но я не знаю, это так уже в порядке бреда, если... То есть, что приятно, успеваете хоть посмотреть-то красоты вокруг, мимо которых едете, например? Ну, по сути, это путешествие. Конечно, как бы приятно, когда едешь там среди цветущих лугов и все такое. Есть два типа людей, одни гонщики, они стараются проехать быстрее, и есть больше туристы. Вообще, по правилам французов, это больше туристическое мероприятие, профессиональному спортсмену запрещено в нем участвовать. Вот, победителем считается каждый, кто эту дистанцию хотя бы проехал и уложился в лимит времени. Поэтому люди, конечно, гоняются, те, кому интересно, и проезжают такую дистанцию за очень короткое время, но лимит вообще 90 часов. Можно не торопясь так посмотреть что-то, да? Да. Или торопиться все равно приходится? Ну, зависит от подготовки. Если человек хорошо подготовлен, он может ехать и наслаждаться. Если подготовлен хуже, ну, придется упираться, конечно. Мне кажется, что все равно за временем каким-то надо следить и стараться, но об этом мы продолжим разговор уже после выпуска новостей на радио «Городская волна». Мы возвращаемся в прямой эфир. И сегодня у нас в гостях веломарафонцы, участники клуба «Марафон Новосибирск». Это Павел Андреев, Антон Киселев и Игорь Березенков. Березенков, простите. Руководитель клуба. Я вот хотел как раз спросить про результат. Мы уже поговорили, что да, приятно, как туризм, но все равно какие-то результаты хотя бы для себя нужно показывать, нужно улучшать. И вот я смотрю, Павел даже в такой велоэкипировке специальной. Расскажите, какие результаты показали вы как спортсмены, то есть время? И все равно есть ли какие-то задачи спортивные в марафонах? Есть два типа людей. Туристы и марафонцы. Вот Антон, скажем, он больше, наверное, относится к людям, которым интересно показать результат. Я больше к туристам отношусь. Мне результат показать не особо интересно. Мне интересно само это занятие как физкультура. То есть показанное время – это следствие общей подготовленности организма. И делается это, в общем-то, все для здоровья. То есть лимит 90 часов – это достаточное время, чтобы ничем не жертвовать. В отличие, скажем, от спорта, где в жертву приносится все. И здоровье в том числе. А то, что я в форме велосипедной, я просто на работу езжу. То есть основной транспорт для вас – это и по жизни велосипед, получается? Да. Да, с марафона – это уже следствие. Основное началось с того, что я просто ездил на велосипеде на работу, потому что пешком ходить было далеко. А транспорта у нас не дождешься, к сожалению, в Академгородке, если вечером. Не надо? Вот так постепенно это все сдвинулось. То есть вот 40 километров – это первая дистанция до города, да? От Академгородка, по-моему, где-то столько, да? Или 30, может быть, километров. Ваши первые дистанции, да? Около 30, и поначалу, да, когда интересно было, то и на велосипеде ездил из Академгородка в Новосибирск. Ну, постепенно, конечно, от этого отходишь, то есть хочется каких-то более интересных мест для катания. Вот сейчас мы к клубу там выезжаем на Алтай каждый год. Там по Алтаю замечательно кататься, причем это не Чемало, а там Семинский перевал и дальше. То есть подальше уже от туристических мест. Там отличная дорога. А насколько сложно там ехать? Просто перевалы алтайские, они такие довольно каверзные, довольно опасные. Там перевалы, там непредсказуемые изменения температуры. То есть может быть днем очень жарко, ночью очень холодно, и многие люди оказываются к этому не готовы. Они действительно на марафоне Чуський тракт, они сходили по этой причине. Интересно. Но вот смотрите, давайте вернемся еще к Парижу, Бресту, Парижу. Я хочу отметить, что для наших слушателей мы как-то не обозначили, Брест это не тот, который в Белоруссии находится, а тот, который во Франции находится, на берегу Атлантического океана. Да, вот к этому велозаезду, веломарафону, Антон рассказывал, что очень такая колоссальная поддержка, хорошая инфраструктура, то есть такая тренировка во всей красе, можно сказать. Вот как, если сравнить с тем, где обычно приходится кататься, там с Алтаем, с тем же, все-таки чего не хватает, что можно улучшить, можно ли, и вообще что нужно вам для тренировок? Ну, тут могу сказать, что, что касается, чего нам не хватает, конечно, у нас, это, пожалуй, дорог, кое-где они все еще далеко не в хорошем состоянии, и при езде на длительные дистанции это играет довольно существенную роль, потому что, ну, страдает от этого и экипировка, и руки, пожалуй, только этого. Так, где-то, где-то, может быть, не хватает уважения автомобилистов, хотя мы стараемся соблюдать правила дорожного движения, где это возможно, и стараемся не мешать, но всякие встречаются. Если говорить о Франции, то там это, конечно, было не так. Там чувствовалась на протяжении всей трассы поддержка, практически мы не видели плохого асфальта. Ну, а насчет людей в Бресте и по пути в Брест, ну, это было весьма необычно и, скажем, для меня неожиданно, то, что нас, любителей, марафонцев, на каждом контрольном пункте встречали люди, поддерживали, подбадривали, причем встречали это и днем, и ночью, это были как волонтеры, которые участвовали в поддержке этого события, марафон Париж Брест Париж, так, впрочем, и просто люди, которые собирались, где-то с нами общались, ну, и в целом было очень интересно пообщаться с велосипедистами и с других стран. Такая возможность была у нас и на Чуйском тракте, так как у нас приезжали люди с самых разных стран, но во Франции, конечно, было гораздо больше возможностей, гораздо больше разных людей с разными увлечениями и из разных мест. Ну, а вот что касается того, что вам интересен результат, Павел сказал, что вам интересен результат, расскажите немножко. Не соглашусь здесь, для меня это прежде всего было путешествие, я не стремился проехать максимально быстро, у меня не было такой цели, потому что проеду я его за 75 часов, ну, если бы смог, или за 80 часов, то есть у меня была цель просто уложиться в лимит и максимально, скажем, проехать его максимально безопасно, чтобы не засыпать за рулем, и тут, пожалуй, стоит уточнить, что это актуально именно для вот сверхдлинных таких марафонов, то есть на более коротких дистанциях это просто, ну, этого не возникает. У меня были цели именно посмотреть на людей, посмотреть на других велосипедистов, посмотреть на дороги, на окрестности, потому что картины возникали совсем другие, то есть здесь мы едем в основном по пустым дорогам, во Франции мы ехали через, если это можно назвать, там, поселки, деревни, но выглядело это, конечно, совсем не так, то есть это выглядело как хороший асфальт и коттеджный поселок около него, вот, и люди приветливые, которые нас подбадривали, которые нам порой давали воду, это очень ценный ресурс на таких дистанциях, потому что велосипедисту всегда нужна вода, и когда простые люди ставили столик с водой и написали, что, пожалуйста, берите, ну, это тоже было очень замечательно. То есть там не как чудаков воспринимают, а именно как спортсмена? Там с большим уважением относятся, да. Вот вы сказали, что вода, что еще нужно брать с собой в поездки обязательно? Вот такие веломарафоны, что там нужно, может, мы что-то не знаем, так вот. Ну, я, то есть здесь нужен полный комплект одежды, потому что температура может очень сильно варьироваться, это, в данном случае это было от плюс трех до плюс тридцати, трех, кажется, плюс-минус. Соответственно, нужно защищаться от солнца днем, и нужно ночью не замерзнуть, соответственно, это полный комплект одежды. На таких дистанциях даже проверенное оборудование может ломаться, поэтому нужно, ну, это могут быть как крупные поломки, так и небольшие. Соответственно, у нас с собой есть ремкомплект, у меня, например, была с собой запасная покрышка, две запасные камеры, плюс некий небольшой набор инструмента, чтобы, если что-то случится, я мог не выкуриваться, а самостоятельно починиться и доехать. Все-таки это не профессиональный спорт, у нас есть еще время для того, чтобы скомпенсировать подобные опоздания и приехать вовремя. А часто приходится в дороге ремонтировать велосипед? Ну, бывает, да? Бывает, бывает. Зависит, конечно, от экипировки. Во-первых, нужна проверенная, с одной стороны, а с другой стороны, нужна, скажем, покрышки лучше, чтобы были новые, но проверенные. Вот, иначе можно часто прокалываться. Антон, а как вы сами-то вообще попали тоже вот в это все увлечение? У меня работа сидячая, я программист, нужно чем-то заниматься, нужно заниматься спортом каким-то, иначе, ну, очень тяжело, если не шевелиться все время сидеть у компьютера, чем-то нужно заняться. И из всех видов спорта, ну, наверное, это самое наиболее интересное для меня, так как это довольно большая скорость для велосипеда, то есть это возможность посмотреть что-то вокруг. И, что немаловажно, вот, можно встретить хорошую компанию в клубе единомышленников, то есть у нас с нами катаются замечательные люди, все интересные, с ними можно пообщаться, и, ну, это какая-то, то есть это и спорт, и способ развлечения. И туризм одновременно. Да, и туризм. Ну, вот, в Сибири, я так понимаю, Чуйский тракт, это самая основная гонка, да, подобная. Расскажите, пожалуйста, про нее, какие ее особенности, и какие самые сложные, может быть, нюансы есть в этом соревновании. И она предстоит, да, еще, или уже прошла, вот, по-моему, на сентябрь, да, по-моему, она потом, нет? Ну, мы проводим ее раз в четыре года, так же, как и вот основные дистанции эти большие по французской системе. Следующий будет в 21-м году, то есть был у нас в 17-м, первый старт у нас был в 13-м году, там собралось 40 человек со всей России, было несколько иностранцев. Иностранцам очень понравилось, поэтому в 17-м году к нам приехала уже больше иностранцев. Вот, какие нюансы, ну, вот, те же иностранцы, Алтай, ну, Алтай – это беспроизвестный вариант, то есть он нравится всем. То есть иностранцы, они много ездили, в Альпах много ездили, но Алтай для них был открытием, потому что, во-первых, нет инфраструктуры никакой, то есть… И это привлекает дикое, да, наоборот? Ну, конечно, для них это интересно, это приключение. Тот же Семинский перевал, ну, это редкость, то есть это 10 километров все время вверх, почти с одним уклоном, то есть это не серпантин, где полочка, и полочка-торчок, полочка-торчок. Вот, то есть это было для иностранцев как бы открытием. Ну, и красота Алтая – это… Сейчас готовитесь, да, я так понимаю, к 21-му году? Да, готовимся, будем проводить, агитируем, очень много вопросов, вот там мы встречались и с российскими участниками, и с иностранцами, то есть все ждут, все хотят попасть. А какова протяженность трассы? Такая же, 1200 километров. Ну, мне кажется, что она сложнее, чем французская трасса, да, потому что перепады высот-то гораздо больше. Это зависит от того, кто как ездит, ну, на мой взгляд, да, сложнее, то есть во Франции, во Франции там очень большая эмоциональная составляющая, то есть там как бы, там все тебя поддерживает. Вот, и отношения людей, Антон сказал, то есть это люди стоят вдоль трассы, кричат, там… Давай, ну, на французском, наверное. Bon voyage, bon courage, там кричат, поддерживают. Автомобилисты тоже, там едем по, ну, по таким дорогам, не по трассам, там на трассу не пускают. Вот, если встречается какой-то автомобиль, то есть, ну… Спокойненько объехал, поехал. У них другие отношения на дорогах, то есть он не будет тебя обгонять, так как у нас 10 сантиметров. То есть он будет ехать за тобой сколько угодно, долго, будет ждать, пока освободится встречная, и пока у него не будет полная видимость. Он выйдет на встречную полосу, только тогда тебя обгонит. И вот все эти нюансы, и люди, и автомобилисты, и иностранцы, все это поддерживают, и это легче ехать. После небольшой рекламной паузы мы узнаем, как же, собственно, ну, если есть желание и велосипед, вдруг возможности заявиться, поучаствовать в соревнованиях Чуйский тракт. Продолжение следует... Наверное, к каким-то следующим мероприятиям, соревнованиям, в том числе к Чуйскому тракту, где та же дистанция в 2021 году предстоит, да? Уже готовитесь или тут подготовка как таковая не требуется? И вообще, как вот сейчас, между соревнованиями, что происходит? Всегда готовимся, когда начинается сезон, как только снег начинает таять, как только дороги становятся уже чистыми без снега, пусть еще мокрыми, но уже начинаем кататься. И начинаем, соответственно, с дистанции типичных марафоновских 200, 300, 400, 600. То есть, ну, это отличный способ подготовиться к длительным дистанциям. Начать ездить с нами, там, те же 200 километров никогда не поздно. Вот в следующую субботу у нас уже будет заключительная поездка для этого сезона, так как официальный сезон марафонов будет закрыт уже из-за погоды. В целом, то есть, достаточно зарегистрироваться и испытать свои силы. Какий-то специальный велосипед для этого не нужен, нужен просто хороший работающий механизм. А вот тут у меня сразу будет вопрос, куда податься и что за дистанция предстоит за последняя гонка? И куда податься? Ну, я имею в виду, куда обратиться, чтобы зарегистрироваться? Марафон Новосибирск, наверное, да? Я просто хочу, чтобы гости озвучили какие-то координаты. Да, у нас есть веб-сайт nskmarafon.ru. Это веб-форум, в который, в принципе, свободная регистрация. Можно зарегистрироваться, посмотреть календарь приветов, список будущих приветов на этот год, на следующий. И в то же время можно увидеть темы будущих приветов. Следующий привет будет в субботу. Можно даже и на него уже зарегистрироваться. Регистрация у нас закрывается за день. Поэтому все желающие. nskmarafon.ru. Куда поедете, расскажите. Марафон будет в Тогучин. То есть до Тогучина доедем 100 километров, обратно вернемся. Всего будет 200. Дается времени на эту дистанцию 13,5 часов. То есть это, в общем, состояние проехать любой человек, который умеет кататься на велосипеде. Тем более в конце сезона. В начале сезона трудно ехать после зимы, а в конце сезона нормально. Это будет такой финальный аккорд, да, в этом сезоне? Это будет завершение сезона, да, потому что там уже у нас дожди будет, уже будет холодно. А сколько, как правило, участвуют в новосибирских соревнованиях людей? И это все участники вашего клуба, либо приходят со стороны какие-то другие ребята? Ну, участие в нашем клубе как бы такое номинальное. То есть если человек проехал 200-300 километров с нами, то он считается участником нашего клуба. На самом деле не так много народу, то есть активных людей, которые интересуются нашей темой, где-то 50 человек. А всего вот за 10 лет в наших стартах участвовало 400 человек. Это вот из Новосибирска, из Барнаула, Томска, Кемерово. Еще приходит как раз у нас же там общение со слушателями, мне пришло на WhatsApp. Вопрос вообще, дорого заниматься таким спортом или выбрать что-то побюджетнее? Ну, наверное, понятно, что тут вы говорили про полную экипировку, хороший, наверное, нужен велосипед, да, или все же все реально? Так, для простых смертных. И что за велосипед, расскажите немножко. Да, что нужно-то, собственно. Вы знаете, тут очень простое соображение, на один только бензин для легкого автомобиля можно велосипед полностью содержать. У меня, по крайней мере, такой опыт. То есть, пожертвовать, например, бензином, заменить, ну, вид транспортного средства, сменить им, и, в принципе, все доступно, да? Вопрос еще такой. Расскажите немножко о велосипеде. Что это? Достаточно обычно, вот, как маунтинбайка, да, какого-то общего, простого, хорошего велосипеда, либо нужен уже какой-то шоссейный велик с какими-то узкими колесами, особенным рулем. Что это? Я могу сказать, что вот каких-то четких границ и необходимости нету. В принципе, на любой кошелек можно заниматься, то есть, одежда, ее все равно нужно покупать. Велосипед может быть любой. Это может быть недорогой маунтинбайк, так и, там, дорогой шоссейник для любителей полупрофессионалов. В целом, даже длительные дистанции, такие как 1200 километров, были люди, которые проезжали на недорогих, тяжелых велосипедах класса МТБ. То есть, это маунтинбайк. Единственное, что здесь важно, это, конечно, надежность техники, особенно учитывая скорости спуска. Вот, если брать наш чуйский тракт, то скорость съезда с горы там была, ну, вот у меня зафиксирована 78 километров в час. Поэтому в технике нужно быть уверенным. И дешевым велосипедом, то есть, в чем отличие между дешевым велосипедом и дорогим, фирменным и нефирменным, это вот, ну, можно ли на него положиться. На скорости 80 километров в час, как на машине, почти. Ну, да. Надо быть уверенным. Там на Париж-Брест-Париж есть категория специальных велосипедов, где участвуют разные веломобили, экспериментальные конструкции с обтекателями и прочее. В том числе бывает и, что парочка велосипедов, сделанных под старину, то есть, они выглядят и по характеристикам, как вот велосипеды, использованные сто лет назад. Люди проезжают 1200 километров. Ретро-техника, считай, да, велосипедная, двухколесная. Участники одеты по старинной моде сто лет назад с фонарями, с этими имитирующими керосинку. И они едут вот эту вестанцию 1200 километров и проезжают. Только дороги стали лучше. Очень многое зависит от силы, от желания самих велосипедистов и от их физической подготовки. Гораздо меньше здесь зависит от велосипеда. Поэтому это вовсе не обязательно иметь дорогой велосипед. Ну, еще несколько советов тогда. Сейчас зима. Как заниматься зимой? Да, сейчас вот как вот эту форму-то не растерять, чтобы потом все сначала не начинать. Опять там 200 километров-то сложно будет сразу проехать. И даже меньше, наверное, сложно. Что зимой-то вы будете делать? Вот сейчас зима, вы говорите последний привет уже в субботу, и потом что? Ну, выкручиваются каждый, кто может. Мышцы вообще не тренируются на тот вид нагрузки, который им даешь. Люди используют велостанок, если они хотят какой-то результат получить. Можно плавать, скажем. Это тоже хороший вариант для общей физической подготовки. Ну, и можно зимой также и кататься, вообще-то. А на широких покрышках, да? Да. На зимнем велосипеде, не на шоссейном, на шипованной резине вполне нормально. Зимой до минус 15, по крайней мере, без проблем. Можно кататься на велосипеде и смотреть, когда выпадет снег, когда уже можно будет встать на лыжи беговые. А, ну, то есть, такие другие марафоны, уже на лыжах, да? Да. А, кстати, участвуете в лыжных марафонах, в каких-то таких длинных забегах? Я, насколько знаю, на Новосибирске проходит регулярно на базе Олега Тульского, там, например. Ну, на Тульского как раз и катаемся, но я вот не участвую, я больше с велосипеда. У меня это основное, лыжи, ну, чуть-чуть, зимой. Оф-у-пэ. Оф-у-пэ. Ну, то есть, сейчас как раз наступает то время, когда можно будет подготовиться в следующем сезоне и примкнуть, я так понимаю, к вашему велоклубу. Ну, вы все люди подготовлены, я понимаю, раз в сезон-то, наверное, большая гонка проходит. А вот как быть, когда нет? Брест-Париж, Париж-Брест-Париж, или там Чуйский тракт, когда нет? Вот эти гонки, в которых участвуют, что делать, куда ездить, какие еще соревнования захватываете? Вы знаете, это система общемировая, календарь составляется в октябре, публикуется в интернете, он общедоступен. Поэтому можно на любые дистанции, начиная с 200 километров, в любую страну поехать, все заранее известно. Можно отпуск спланировать. А какая, может быть, у вас любимая гонка еще есть, самая интересная, может, или наоборот, самая сложная? Париж-Брест-Париж раз в 4 года проводится, но коллеги ездят по Европе. В Европе несколько проводится, во Франции таких марафонов длинных. В России у нас проводится тоже еще, кроме Чуйского тракта, как минимум два марафона. Это Волгодон и Волгодонега-Ладога. Следующий будет в июле следующего года, 20-го. Я так понимаю, вы туда всей командой поедете, да? Ну, по желанию, кто хочет, может в Европу поехать. Ну, то есть тут все зависит, это же, получается, любительское занятие от того, кто что себе может позволить, спланировать, уехать может или нет. Из больших марафонов в нашей системе, после Парижа, считается английский бревет, Лондон, Эдинбург-Лондон. Там 1400 километров, был он в 17-м году, тоже вместе с Чуйским трактом. Трое новосибирцев там были, удачно свинишировали. Ну, это из столицы Англии в столицу Шерландии. Да, и обратно. И, ну, как бы вот третий бревет, ну, по солидности, по величине, по посещаемости, это итальянский бревет, 1001 миль, это старт и финиш в Милане. То есть он круговой какой-то? Да, круговой бревет, там не длежать до Рима и обратно. Вот, 1001 миль, это 1600 километров. Вот столько идей мы уже, да, нашим слушателям подкинули. Да, это как перспектива, как интерес. То есть у нас в области, Паша правильно сказал, то есть можно только тренироваться, смотреть. Ну, посмотрели, замечательно, красиво, поля, все. А ездить нужно туда ездить, кататься. Если именно хочется. Кататься и участвовать, да. Ну, а у нас в гостях были представители велоклуба «Марафон Новосибирск» Игорь Березенков, руководитель клуба Павел Андреев и Антон Киселев, участники веломарафона «Париж-Брест-Париж», ну, и не только этого, я думаю, еще многих. Да, мы сегодня провели эфир, для вас работали в студии Вероника Иванова, мой соведущий. Михаил Якимов. Встретимся через неделю, здесь же, 18.00, вечерний разговор о спорте. Всем тоже. Спасибо, до свидания. Спасибо. Спасибо.